доброй ночи это михаил лобковский ночная программа давайте поговорим сегодня о негативных болезненных депрессивных взаимоотношениях потому что я не думаю что людей с негативным сознанием могут быть позитивные радостные взаимоотношения это может быть все что угодно когда люди не могут расстаться любимые темы когда она любит женатого он обещает уйти никуда не уходит когда кто-то чувствует себя жертвой в отношениях когда человек которому реально плохо с другим тем не менее заявляю что он его любит и жить без него не может хотя при этом страдает но я не хочу говорить вместо слушателей я думаю что у людей есть что рассказать про такие же негативные отношения как и само негативное сознание потому что надо сказать что это сознание порождает много что и семьи неблагополучные и не очень таскает веселые отношения с детьми очень часто и сегодня я хочу коснуться еще вот именно сами взаимоотношений между мужчинами и женщинами отношения не очень прямо скажем хороших ася пишет может просто и люди мазохисты любят пострадать и переживать но естественно все это в этом кэш есть мазохизм в их любих страданий кто бы сомневался алексей пишет михаила вас просто американский психологический подход замалчивание смерти задачи удовлетворить клиента как алексей не первое такое сообщение пришло он почему-то считается искать проблемы со смертью алексей откликнетесь расскажите что вы имеете ввиду что если человек умирает ему и жить как бы не надо из-за этого все умрет они пишут чек не может быть только позитив с позитивным это тоже ненормально негатив создает вкус жизни выздоравливаешь например ощущаю счастье очень распространенное заблуждение они не лис на чек который так думает я не очень понимаю зачем специально сказать иметь в жизни негатив когда его как бы и так хватает просто по извините по тому как жизнь складывается люди не могут прожить всю жизнь без негатива это практически невозможно они не вакууме живут естественно жизнь людей среди там других людей и в разных ситуациях периодически негатив и так создает поэтому это не вопрос того что создает вкус жизни как раз негатив может создать отвращение к жизни они в кузы жизни но мнение это распространенное так вот про животных мы говорили тут руслан пишет страдание это тоже своего рода отмазка почему не забираешь собачку мы о приюте говорили но я же страдаю отвечает человек и не забирается собачку правильно так она часто и бывает на то что человек живет для радости это придумал сам человек на самом деле природа без цель на есть не предполагает наличие бога чек творения бесцельные дальше не записано это вообще бы на бред уже похоже так-так-так дети выросли и осознал что никогда с ними не играла и со мной не играли результат отсутствия контакта от того что не было позитива непривычные мы радоваться вот пострадать пожалуйста пишет марина из самары марина если вы это осознали то вы можете начать играть с детьми сколько бы летом не было может быть это удастся вернуть ваш контакт с детьми андрей у нас была целая дискуссия по поводу православие вот андрей пишет христос искупал первобытный грех людей через страдания вот люди как попугая по аналогии придумали искупать свои грехи именно через страдания но в общем достаточно безыдейно в отличие от христа который страдал осмысленно и понимал что он делает люди действительно страдают думаю что так они приблизиться к богу а они цитируют 1 до шенберга не придавая важности сегодняшним огорчением завтра у тебя будут новые ну да вот алина вспоминает мы вчера это нам наташа была такой заряд бодрости про белого бима черное ухо вот алины пишут заставили читать школе белый бим рыдала потом писали изложение рыдала считая что это издевательственную детьми травмирует психика что собаки на улице жить плохо очевидно для любого здорового человека татьяна из вологды пишет страдания внутренние оправдания не умение жить разумно и свободно но может быть можно так сказать мне на самом деле жаль страдающих людей в общем то я как любой психолог собственно призван помогать людям которые страдают как бы пытаться избавить их от страдания но мы говорим именно о сознании негативному она действительно так устроена что люди очень особенно умные люди у которых язык подвешены с головой все в порядке они могут очень доходчиво и очень понятно объяснить что в этом вот есть свой смысл это не первым пер было сообщение до этого что в позитиве люди слишком плоские а видимо страдания к всем сильно глубокие степан пишет писатель негативе скрывает природа негативных явлений он действительно писать и вот вам ответ он stepan не природа негативных явлений скрывает а сначала свой мозг а потом а может читателя он делится с читателем своими страданиями своим негативом его мозг распирает этот негатив он хочет поделиться когда писатель хороший то там уже и прослеживается логика как бы его действие но почитать в таком случае фрейда который уж кто-кто никто лучше него не описывает логику несчастье страданий и человеческих проблем александр из оренбурга доброй ночи добрый ночи михаил я сразу хотел бы извинить я не наверно дослушаю вас ответ по радио просто денег мало мы в браке более 14 лет копейка и вот недавних пор у нас трое детей недавних пор я обнаружил у своей супруги что она вот стала жаловаться я это не то чтобы она там бежит к маме чем такой а через ее подруг я узнаю что она вот как бы выносит ссор из избы в тайне от меня вот она пытается у кого-то там что-то не то что спросить как уставить а вот буквально соседи доходит я это узнаю вообще через других людей это меня очень бесит и вообще как с этим можно бороться как это можно исправить с учетом того что ну раньше этого не было как вы считаете почему она не с вами обсуждает свои проблемы с другими людьми нет ну почему она и мы конечно обсуждаем и все мы мы живем я говорю давно но вот что-то такое проще что-то уход какую-то секту что-ли ну я не могу сформулировать я думаю вы меня поняли а вообще ничего не понимая на что все там там идет что ли жалуются нет такое впечатление трамплин вот в эту сторону вот вот я хочу а вы пытались ее спросить почему на первое от вам стало известно молчание молчание но видимо может быть ей не хватает какой-то ей нравится когда он жилеет вот что а вот в этом вот да вот это вот уже к сожалению имеет отношения к нашей теме это уже похоже на мне михаил я михаил я изменяюсь у меня про феники оба еще кончится я вам буду вообще отключимся да вы знаете что здесь плохо с вашей стороны в употребили глагол бесит вряд ли жена будет с вами откровенно если вас бесят ее поведение даже вам неприятное да то есть речи это о том что вам непонятно почему она скажем не с вами это обсуждает а с какими-то людьми вот слово бесит она как бы другому затыкает таскать рот и не дает возможности там ни о чем разговаривать может быть у жены вашей сейчас не самые там благоприятный период жизни и плохо она может быть думает о том что ее не поймете и будете считать что она там дурака валяется хускает а все кто я не знаю жиру бесятся там что и не живется но мало ли какие причины счетчик говорит не хочет тут как бы два варианта или вас это раздражает и вы хотите снять себя это раздражение или вы хотите помочь вашей жене или себе самому тоже потому что тяжело жить человеком который там постоянно жалуется не трогая само содержание таскать ее жалоб вы можете поговорить о том что если ей плохо может быть и там пойти к психологу или пойти к врачу психиатра я не знаю что она чувствует спросите у нее если эта ситуация но и что же хронический характер они эпизодические то это действительно повод заняться этой проблемой но для этого нужно иметь во первых некое терпение желание помочь потому что если вы будете решать свои проблемы разговаривать жена это сразу поймет я думаю она будет молчать дальше мари из москвы и спрашивает может ли причина депрессии быть гормональный дисбаланс но вообще эндокринологи с психиатрами иногда работают очень плотно бывает что это взаимосвязано алекс пишет я хочу счастья ли я хочу рай на земле что всем стало хорошо замечательно борода пишет пользу страданиях находит лишь единицы большинство успевается но те кто пьют они кстати тоже страдают польза там не может быть никакой люди не то что находят что-то к сожалению друзьям а это не всегда наш свободный выбор то есть мы не все довольно выбирать между радостью или там депрессии до а наш организм за нас выбирает надо наш там какая-то семья неблагополучные там травмированные детства и не знаю все что угодно может создать вот такой депрессивные сознания вот мне нравится люди что-то и позитив настоящий вот мы говорим о чем-то а тут дима пишет здрасте михаил почему женщина становится урологами у них что проблемы с мужчинами вот чеку видимо хорошо вот это единственное что его интересует почему женщина становится урологами дима просто молодец высокие непонятно морально-этические соображения дальше не дописано лена пишет если человек несчастен и вовсе жалеет а счастливому богатому заедут получается несчастным быть выгодно не так ли замечательно лена огромное спасибо вот это честно скажу просто полное дерьмо и мы в этом дерьме живем мы действительно считаем что если нас жалеет у нам от этого будет хорошо друзья мои нам от этого будет только плохо а да у нас сожалению извините это может быть буду периодически кашлять к сожалению завидует богатым я думаю это во многих странах мира завидует богатым но лучше говорить что у тебя все хорошо потому что во первых есть ты говоришь что у тебя все хорошо то ты настраиваешь себя психологически на хорошие это самое простое что вам должно прийти в голову второе если вы говорите что вас все хорошо так вам тянутся люди потому что от вас исходит какая-то силу уверенность в себе что другим не хватает в третьих если вы говорите что вас все хорошо у вас перспектива например с карьерой почему потому что никому не нужны люди которых все плохо это касается там работы предположим да чего угодно вот знаете многие ко мне приходят в консультацию больше женщины меньше мужчины с таким вопросом там я такая вот умница красавица умник красавец и одинокий или одинокая никого у меня нету никому не нужно никто со мной не знакомится но и так далее вы знаете на 1 смотришь на чек и понимаешь и не познакомиться у него на лбу крупно написано что он находится в этом самом негативном сознании в депрессии находится кроме того как притянуть все такого же депрессивного других возможностей у нее нет потому что люди позитивно они подсознательно избегают таких контактов им не нужно чтобы их опускали их не нужно чтобы их куда-то уводили от их позитива в чита там страдания и переживания и проблема не в том что там внешность не то или еще что то не так нет проблема в том что человек у нее крупно написано обу слова проблема естественно шансов на нормальные взаимоотношения и вообще на какие-либо достаточно малы поэтому лена дорогая несчастным быть крайне невыгодно во всех отношениях если вы хотите то есть некая не идея несчастье да это такая некая инвалидность психологическая то есть пожалейте меня люди добрые мне плохо у меня все плохо и вы будете с этим дерьмом жить а что в этом хорошего в чем здесь выгодно но к вам и будет относиться как калеки как какому-то несостоятельному человеку который ничего себя не представляет только ходит и ноет я не очень понимаю что здесь выгодно артемка о чем так под написано можно вообще говорить когда мы россияне просто каждый день выживаем при этой власти еще одно классическое заблуждение первых это власть является средством этого общества и во-вторых мы советское время все прожили с этой мыслью что нам плохо потому что типа есть крем или он нам делает плохо на самом деле если мы говорим о доле личной ответственности за свою жизнь то власть но практически наверно ни при чем конечно бывают экстремальные ситуации когда человек чувствует на себе я бы сказал холодный металл власти но это же не каждый день происходит друзья мои вы же не каждый день с властью сталкиваетесь вы живете своей жизни выходите на работу очень часто ваша работа государства вообще отношения не имеет приходите в свой собственный дом свои парализированную квартиру садитесь свою собственную машину или вообще с на транспорта вас есть свои дети вы носите свою одежду идите свои продукты власть здесь причем вы так рассуждаете как будто вы без власти вообще шагнуть шагу не можете прям с утра уже наташа даже по этому поводу хочет сказать вот приходишь свою прекрасную квартирку и надо тебе что-нибудь например оформить приходишь государственную структуру каждый день каждый день ты знаешь некоторые ходят годами ну не каждый день но ты сегодня ходил в госслужбу какой-нибудь сами не работают правильно искренне и вчера не ходила нет но тем не менее ты приходишь в государственную какую-нибудь структуру которая должна тебе выдать какую-то бумажку и тратишь на это согласно жуткий не согласен а то что мы подчеркиваю жизнь из этого точно не состоит да безусловно за то это все жизнь отравляет слушай много что жизнь отравляет москве пробки жизни отравляют речь это о том что мы не этим живем но при определенном сознании можно сказать что из этого же не состоит кстати помнишь как-то у нас был такой чудный парень алексей гирова и мы разговаривали про аэрофобия и он сказал что люди подвержены фобиям они все море информация выбирает именно ту информацию из-за которой им страшно например там он сказал что умереть ходя по тротуару то в 15 тысяч раз больше шансов я словно и цифры говорю чем летая на самолете но когда человек вдруг увидит где-нибудь в интернете информацию что там произвел аварийную посадку самолет все для него мир весь вот в этом в этой информации он начинает судорожно думать вот самолеты бьются он не думает о том что автомобильных аварий а как и автомобильный поезда как выяснилось в десятки раз опаснее самолета ему при наплевать на это он думает только о том что от самолета бьются вот и сейчас сказала про чиновников конечно все люди которые сталкивались с чиновниками они могут об этом рассказывать романы но когда жизнь вся вокруг эта история крутится и то есть измененная депрессии сознания потому что в конце концов сколько бы то ни стояла в очередь чиновникам рано или поздно не просто рабочий день закончится ты уйдешь оттуда правильно и придешь туда снова а дальше от тебя да конечно а дальше зависит от тебя будешь ли ты жить этими короткими перебежками от чиновников к чиновнику психологическими удожить или ты будешь уйдешь и забыла нет этих чиновников до до следующего прихода я согласен но в промежутках а так ним не ходишь у тебя своя светлая жизнь дай песню поставим но друзья мои три 6 3 3 6 5 9 телефон кстати хотел бы пожелание такое высказать но многие просто звонят и делятся своими соображениями но я знаю что эти многих есть действительно проблема вот сегодня мы можем обсудить проблему в отношениях вот как александр из оренбурга позвонил и сказал вот у меня в семье такая проблема потому что я бы хотел не только обмениваться взглядами хотя это ценно и интересно я бы хотел еще по возможности помогать если человек звонит и рассказывает свои проблемы с кашлур чем писать эсэмэса там трудно в двух строчках что-нибудь понять просто с реальной проблемой чтобы у нас были такие консультации что называется прямом эфире телефон три шесть три три шесть пять девять и сам из 970 45 45 код 985 нам пишет гарик слышал о семьях называемых дисфункциональными них нельзя показывать чувства отношения между супругами натянуты живот заплата подавляются член семьи как правило ребенок люди делают лишь что у них семья невидимость почему в таких семьях боятся чувств зачем семья без чувств я знал женщина который встретят попытки обрела хорошую семью но наработала над собой а людям фасадных семьях не приходит волну что можно работать над собойhtache это вопрос о люди фасадных всем их не приходит слова что бандером тут много терминологии дисфункциональная фасадное давайте проще понятно что хочет спросить гарик но дисфункциональная эта семья которая не функционирует как семья видим в эту смысл дисфункциональной таких семей конечно много люди живут вместе не потому что у них семья потому что их что-то в это их отношениях устраивает почему они они ничего с бояться у них собственно может и нет чего друг другу они не хотят обсуждать свои проблемы например потому что они боятся что это разрушит их семью а им это не надо они все не заинтересованы в том чтобы был какой-то конфликт который приведет к разрушению семьи говоря по-русски к разводу поэтому многие закрывают глаза многие делают вид что все нормально многие оттягиваются на стороне но и так далее там много возможности выйти из этой ситуации проблема так в том что основная жизнь их проходит в семье они на улице и там не с любовниками и любовницами и не сам друзьями и мамы которые можно поплакать жилетку а именно в семье эта жизнь их не устраивает эмоционально они страдают но кому-то деньги нужны кто-то же это с благодарностью что ни один живет кто-то боится одиночеству но много причин огромное количество людей и мужчин и женщин живут как они выражаются из-за детей это друга давно уже не переваривает люди всегда придумают для своих страданий какое-то объяснение это правда к сожалению мы вчера говорили об этом это отчасти привычные психологии такие люди как правило и родились таких семьях неблагополучных они считают что это неправильно ну не так да но им это привычно как бы они знают что это такое вот у руслан из петербурга очень жесткий взгляд на жизнь он пишет люди с негативным взглядом на жизнь не заслуживает специальной передачи это только приободрит этих несчастных руслан ну из вас видимо психолог точно не получится дело в том что люди вообще заслуживает участие помощи и так далее и это не вина этих людей это их беда евгений сказаний пишет доброй ночи я пытаюсь быть позитивным человеком на периодически я думаю что все плохо и в эти моменты становятся противно как научиться не портит себе настроение вы знаете ну во первых надо цепляться за хорошее во вторых если периодически у вас такая идет смена настроение вдруг вам кажется что все плохо то это может быть какая-то проблема с вашим психологическим состоянием вообще в принципе друзья мои вы поймите меня правильно люди в депрессии если это не совсем уже клинической депрессии они не находятся тотально сто процентов времени в депрессии так не бывает у них у всех есть эпизоды даже эйфорический когда им хорошо весело они хохочут смеются если вы зайдете в любой ночной клуб там просто все ржут но если вы под утро даете в ночной клуб когда все расходятся видите что в половину из них достаточно грустно оттуда выходит еще к тому же сильно пьяная а с утра ситуация будет еще более грустно и то есть люди живут разными эмоциями естественно позитивные эмоции какое-то место в жизни занимает но общий фон вот что главное если вот как наташа сказала про чиновников это как бы можно считать еще состоит жизнь исхождение по мукам по чиновникам то это уже совершенно такой депрессивный фон а если человек например там периодически чему-то радуется потом с друзьями встретился то выпил то отдохнул то отдыхать поехал но на этот период у него настроение хорошее там проблема в том что он дальше меняется на плохой вот если у вас такая проблема что периодически вам кажется что все плохо надо во первых с этим всем разобраться является ли это какими-то ситуациями и событиями вашей жизни или вас такое сознание депрессивное танец прошит можно заставить себя не страдать то не надо лечиться просто или хотя бы психологу ходить чтобы перестать страдать вот вову из петербурга пишет я не хочу продать эту сообщить открывать опять тема достоевского но просто интересные сообщения от вова вот как люди в депрессивном сознании воспринимает мир что пишет вова из петербурга он пишет если бы достоевский не был больным мир был бы пресном как ваша программа то есть вова считает что позитив это что-то пресное вова страдания считает видимо как соль в пище что это только украшает вову но что я могу сказать к сожалению это даже не ваш выбор видимо вам плохо и вы считаете что страдания делают вашу жизнь глубже окей а александр из того же петербурга пишет насчет страданий просто это нежелание страх перемена также комплекс жертвы то есть человек потеряв объект страдания теряет смысл жизни еще он ждет всегда поощрение жалости я еще раз повторю александр вы конечно правы но не мы не всегда вольны выбирать страдать нам или радовать иногда природа это делает за нас а викторий 25 лет пишет а остеопат на то что такое остеопат выбрать специалист остеопат как кастоправ что ли не прямая поставил в сэдэ что такое вы сюда я тоже не знаю ощущение что схожу с ума тяжело дышать родные говорят мне самовнушение я сама не могу справиться по скажите что может помочь виктория 25 лет виктория к психиатру надо идти если вас такие приступы притом у вас уже психосоматика развелась вам кажется что вы сходите с ума вас еще прерывается дыхание конечно так врачу идти чтобы снять хотя бы эти приступы алина из москвы и михаил чем причина мазохизма когда женщина не может уйти от мужчины с которым ей плохо с адачей купивается своим горем когда люди создают себе проблемы которых нет как с этим бороться причина мазохизм и как правило лежит в глубоком детстве какая-то могла быть психотравма ребенок может быть подавлен я вам приведу простой пример формирование мазохизма предположим у вас достаточно нервные властные жесткая мать но вы ее любите это ваша мать и вы естественно будучи ребенком хотите ее внимание мамочка мамуля там выходить чтобы она вас там поцеловала хотя по голове погладила обняла я уже не говорю чтобы она с вами вообще была ласковой и при этом ваша мама периодически не меняется настроение она вдруг возьмет и начинает на вас орать то ли вы уроки не сделали то ли посуду не помыли то ли магазин не сходили то ли еще что-нибудь и и вы ее боитесь и вот это двойное чувство когда вас одновременно и чувство страха и чувство любви и у вас это поведение такое не найти многое заискивающие но чем-то мазохистской да она с детства закрепляется вы как бы хотите маминого расположения маминой любви но одновременно вы боитесь что она сделает вам больно при том как в прямом так и переносном смысле в переносном если нам сделают больно морально будет на вас орать кроме себя просто бить будет вы представляете ребенок растет вот в такой атмосфере а потом он вырастает а потом у нее появляется взрослые отношения и вот его вот этот вот механизм он начинает срабатывать наташа даже хочет что-то сказать по этому поводу нет я хотела по другому поводу скажи по другому что такое врач остеопат но это врач который воздействует на тело без медикаментов его лечение заключается в ручном воздействии на анатомические структуры тела с целью их освобождения от функциональных блоков мануальной терапии что ли вот дальше алина спрашивает извините когда человек выпивается своим горем никто горем не выпивается нарочно человек находится в такой тяжелой стадии своего горя свой в общем-то депрессия что ничего кроме этого горе он не видит вокруг поэтому у вас остается ощущение что напрямую упивается ну и наконец когда люди создают все проблемы которых нет а понимаете чем дело проблемы во многом и часто бывает в самой голове в нашем понимании проблемы но как бы тебя руки-ноги на месте до чего не жить не радоваться али так не думают они думают что нет что вообще не в этом дело вот я один и моя проблема в том что я всю жизнь буду один я никому не нужен а при этом да есть вокруг люди я не знаю работа родственники нет вот они меня не любят они не понимают мне не с кем общаться и так далее это целая работа психологическая шоу человека вывести из этой скорлупы и объяснить что жизнь не так выглядит как ему кажется ее сознание библист написано если вас ударили по правой щеке поставьте левую пишет николай но библи на самом деле достаточно жесткая книга там вряд ли такое напишет там больше подходит только за рукой зуб за зуб это в евангелие понимая так понимает а так нельзя отвечать злом на зону как надо поставлять эту самую щеку чтобы не было так больно ой николай это вопрос сложно я даже не готов сейчас на эту тему открыть дискуссию не могу вам ответить виталии стул и пишет кто сказал что страдание то однозначно плохо боль лишь сигнализирует о проблеме в том числе душевные хуже когда не болит значит вы мертвы виталий вот откуда вот это очень распространенное мнение с точки зрения сигнала о том что вам плохо это не страдания вам чувствуете что вам плохо у вас есть так называемый раздражитель да то есть есть причины за который вам плохо какой-то там психоген какой-то да какая-то какая-то жизненная ситуация обстоятельства из-за которой вам плохо вы поняли вы решите эту проблему а когда вам просто вы страдаете то это не сигнал ни о чем кроме того что и цена о том что вы страдаете это не а про это по именно о душевной проблеме может быть сигнал о том что об этих психиатру просто ну дальше вот это распространенное страдание очищает душу валерий валерий но если не в лом позвоните расскажите мне каким именно образом вашу душу очищает страдания дайте поговорим как вы относитесь произведению синтеза перри маленький принцип сказка о страданиях татьяна пишет татьяна вы знаете сказка как бы там светлые достаточно конец только страдательный такой достаточно николай доброй ночи я слушаю вас вот если страдания если я правильно понял определение по поводу которого сейчас вы говорите мне кажется что она все таки человеку необходимо точно так же расскажите каким что именно необходимо вот пример какой-нибудь приведите знаете у меня да если ну естественно каждый по себе судит у меня это по моему что похоже на самозащиту дело в том что я вообще привык в жизни все анализировать себя в том числе но то есть это не на уровне самокопания именно анализа вот у меня это что-то вроде защиты когда я потом выбираясь из этого состояния начинаю вспоминать мне кажется что это вот некий этап жизни когда я устал и тоже тоже реакция которая в другое время могла вызвать там злость ответный азарт еще что-то она меня повергает в некое такое вот как но успокоение что ли как будто кто-то мне вверху кладет руку не знаю на спину на плечо кто-то вроде отца и говорит погоди парень вот не не спеши немножко вот успокойся да но вы сказали о страданиях да мы сейчас поговорим пример приведите мне конкретный пример вот такого страдания чтобы я понял о чем мы говорим пример самый долгий наверное у меня был такой период он я не уверен что сейчас из него полностью вышел когда я несколько лет назад женился впервые в жизни и фактически жена была вот первой моей женщины и мы с ней немногим менее двух лет прожили нормально а потом все дело пошло к разводу и в итоге развелись и после этого я вот человек не пьющий то есть я не глушил это спиртным я не глушил это наркотиками вот я не не забивал это как это некоторые там спортсмены делают может быть там боксеры и прочее а я ну получается что страдал потому с другим чем браке были ли страдали к даме нет нет после когда мы разводились там было ну если вы мне вот просто на слово поверьте да такая ситуация что и она меня любит и я ее люблю но при этом мы расходимся там дело было ну и в ее матери конечно и в моих каких-то заморочках то есть мы расходились не потому что она встретила кого-то там хорошего или я кого-то потому что ваши отношения не сложились отношения было очень-очень горько что сейчас вот в этот момент в жизни происходит что-то очень может быть несправедливо или даже не совсем правильное но вы не мучили до другой закончили тем что вы разошлись то есть вы прекратили вот эту тяжелую ситуацию я пока не пойму а почему человек при этом как бы углубляется душой от это вот этот я хотел услышать сразу хочу ответить на вопрос юных хотя это не вопрос а утверждения и напишет когда человеку плохо он чувствует себя свою личность гораздо ярче чем когда ему нормально счастье добывается трудно они частью бери не хочу его дорогая что что-то ярко вот в страданиях и пока уловить не могу и потом когда ему хорошо или как вы пишете нормально он ты живет полноценную тут вы пишете не и тон типа не ярко живет интересно как стал пушкин есть покоя воля 363 365 9 это телефон и сам из 970 4545 код 985 не на сын 14 лет говорит зачем жить все равно умрем как с ним говорит говорит надо не с ним не на а с детским психиарм я думаю хотя бы детским психологом к сожалению ведь это же проявление депрессии существует и они могут их пубертатный период начаться ларис из волок да поздравляю именинника всегда желает терпения особенности не трудный период жизни вообще что это терпение от меня этого ждут а я не вижу смысла зачем моим друзьям и родственникам мое терпение чего бы хорошего пожелали лариса золото мое прямо не в ровь а в глаз откуда берется идея терпения если все взять за страдания то естественно логично было предположить что пожелает таком случае терпения то есть но логично на самом деле пожелать радости и счастья в жизни но когда она смотрит на человека думает на это страдалец ему только терпение можно пожелать лишь грустные пожелания за жизнь я почитал две настоящих произведения леви мил на двое гоголь староцветские помещики если вы не так вообще не знал что любовь бывает счастье но я не читал мил на скажу вам честно староцветские помещики отсюда читал что вообще главные мировое произведение про любовь о чем иногда говорил в эфире то не знакомы вернулся человек от которого ушла радости опять никакой но ведь другой никто не влюбился права ли она или гордо ждать себе одной вот интересное короткое но понятное сообщение значит вернулся как от которого ушла права не права почему таня а она же не приходящая красные знамя зачем не куда-то уходить или приходить так как у нее внутри себя нету ни радости ни покоя ей нужен кто-то создает у нее ощущение что она не одна поэтому она так и будет в этих грустных отношениях пребывает дальше очень многие женщины пытаются решить свою личностную проблему что им самим плохо за счет мужчин ничего хорошего лету как правило не происходит ваши знакомые тому пример надо с собой заниматься они брать каких-то мужчин тем более если люди расстались нет смысла туда обратно возвращаться в эти отношения анна из петербурга умница пишет я стараюсь проанализировать негативной ситуации чтобы не выплескать и на других это помогает мне они молодца вот кстати тоже такое не совсем понятное времяпрепровождение сергей пишет здрасте михаил я где недавно женился надежда на то что меня потянем к жене это не помогло не знаю как быть меня интересует только мужчины но как бы сергей если вы геи оставьте свою женщину в покое налить и себе просто мужчину тут нет проблем и никакой вот пример я бы сказал образец позитивного мышления марина и самара есть вас огнетает пробки займите сделаем купите player и учите английский например не нойте хотя смысл забрали вертого есть она в итоге выигрывает марина вот все хорошо но жертва всегда так может проигрывать потому она и жертва сары самары пишет чем помочь женщине который нет проблем кроме проблем с очередным мужчиной она даже себя не замечает как личность деградирует и вечно несчастна при этом сары пишет у и нет проблем сары думает одна большая проблема но вот пожалуйста не дописано правы где бы я не жила разные города и странами нигде не нравится вижу только негатив ведь бывает объективно человеческое горе вы предлагаете не сочувствовать другому человеку чтобы меня чужой негатив не засосал моя подруга потеряла ребенка а мне все из рук валится у меня в общем то все хорошо пишет инга нет инга я вас не призываю отгораживаться от людей послушать на меня посмотрите я всю жизнь занимаясь тем что я занимаюсь чужими проблемами я не могу сказать что меня кто-то засосал какой-то чужой негатив до трудная работа иногда от нее устаешь но эта работа я как бы пытаясь помочь и мне нравится моя работа я не могу отгородиться потому что собственно как психолог может там отгородиться он собственно и должен заниматься проблемами но вот эти пустые страдания не из-за чего ну я уже сказал люди не виноваты они не пустые для них они видят в нем смысл если ваша подруга что вы пишете подруга что с ней случилось потеряла ребенка помогите подруги чтобы она хотя бы не одна была вас никто не просит уходить какой-то негатив антон пишет возможно ли обрести утерянный утерянные позитивные мышления конечно антон я вам более того скажу мы же все были детьми и у большинства из нас наверно практически у всех в детстве позитива было но в миллион раз больше и мы это чувствовали и конечно можно вернуться в это состояние не можно я бы сказал даже нужно анна из самары моему парню 26 негативные депрессивные сознания сама психолог но опыта недостаточной находясь внутри ситуации сама не могу ему помочь относится ко мне прекрасно надо он жалуется агрессивно реагирует на мелко неурядицы и абсолютно позитивная личность имеет кого это состояние равновесия что посоветуете анна если вас это выводит из состояния равновесия то вы или предложить вашему парню решать свои проблемы с психологом или психоневрологом или расставайтесь а так 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 позвонила девушка переживая встретилась мужчины сразу случилось случился секс ей понравилось договорились еще раз он пропал она в шоке может с ним что случилось приспать не успокоить спрашивает юрий на так евгений а если мне нравится страдать если не объявляю часть меня вы знаете в денег сырине в депрессии у людей действительно создается ощущение что им нравится страдать я знаю алкоголиков которые совершенно не притом известных персонажей который говорит ом я люблю пить не нравится пить к сожалению на определенной стадии депрессия люди настолько вживаются в это состояние и вообще не видит ничего другого что они могут употребить даже слова в общем-то позитивные нравится люди сначала могут в подростковом возрасте играть в эти страдания потом они как бы укореняются в этих играх и они могут дать им стане когда им нравится это мазохизм психологический вот что нравится так 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 мария можно ли без помощи специалисты боится от положительного мрачного настроения во мне борются два начала ищи позитива и страдания часто бывает нечто промежуточная во время него я нахожу ответы на серьезные жизненные вопросы можно ли в позитиве их найти хороший вопрос если это продолжительное мрачное настроение то к сожалению только почему к сожалению просто только со специалистом то что касается ответа на вопросы понимаешь чем дело в негативном сознании ответ уже будут тоже негативные я сейчас отвечу александр испенза потом отвечу на ваш вопрос александр здравствуйте говорите пожалуйста кузова александра а что то с звуком у нас проблем александр вот теперь а еще громче получится да можно вот тогда вот когда вам звонящий говорят что страдания нужны а вы горки а зачем вы нужны и лучше без страдания вы расскажите зачем друг друга не понимаете наверно они просто имеют ввиду и ноет нет нежели вы вот например на своем опыте одно время я даже считал как все люди верны переболеть какой-то тяжелой болезнью чтобы как-то поярче потом ощущать все окружающие понимаете вот когда болезнь страдания не дают человеку чем-то заниматься что-то замечать например вот ходить например обидвижен какое-то время боли страдания проходит как он замечательно на себя чувствует он не просто передвигается поглощать расстояние но ощущать что он идиот понимаете он спасибо вам большое шикарный пример давайте его прокомментирую что говорит александр вот если вы болеете вам бездвиженно то после того как выздоровели вас прямо счастье но проблема заключается в том что когда выходили вы счастье не испытывали вот где собака порытых и говорил пихал сергеевич когда вы жили просто и хорошо и не были но в страдания во жизни не радовало и вам для того чтобы хоть какие-то эмоции приобрести то что до этого в нормальном состоянии у вас их просто не было вы не понимали несчастье жизни не получали удовольствие от жизни и тогда вы говорите а давайте я сейчас заболею давайте у меня все сейчас умрут тогда я буду в горе зато после этого горе я ощущу же правильно ташка ощутю ощущу буду ощущать так правильно жизнь совершенно яркий друзьям этих проблем и не в этом проблема в том что когда у вас все было хорошо вас это не радовало вот из-за этого возникает такая дурацкая очень нездоровая идея давайте пострадаем тогда будет поярче а без страданий на черте не получается вот проблема то в чем тем не менее Александр спасибо за звонок мария насчет специалий можно ли отложить на мрачное настроение так вот я уже сказал что в позитиве можно найти позитивные ответы на вопросы приходил вам пример привести например ко мне часто приходят женщины которые вот но не могут да и мужчины на самом деле тоже с такой проблемой они чтобы не придумали их не устроит ни один сценарий например у них семейная проблема и они говорят вот развестись нет если я разведусь мне будет плохо я не смогу жить один мне уже там 63 года и так далее если остаться в браке мне уже плохо и за это вообще к вам пришел потому что я не могу больше в этих отношениях находиться получается безвыходной ситуации а уйти из семьи плохо и остаться в семье плохо но друзья мои такая безвыходная ситуация бывает только в депрессивном сознании когда человек действительно ему плохо он не понимает почему ему плохо он думает что у нее там проблема в его партнере в то же время он боится его потерять потому что он тут же там скатывается на свои собственные проблемы положим одиночество и так далее это хождение по кругу но это хождение по кругу только в болезненном измененном сознании если человеку а там путем психотерапии или путем медикаментозного лечения в зависимости от того что ему вообще нужно вернуть это нормальный позитивное сознание до него все на место встает он уже знает как ему лучше или он остается в семье и тому же другие отношения или он уходит из семьи и он не боится остаться один но невозможно человеку которому плохо это объяснить потому что у нее что он не возьмет что ему делать ему все не устраивает для подсказания программист моя работа приносит мне страданий сейчас не 32 года но я думаю что-то поздно меня и такси он дайла не знаю что делать молодец глеб вот смотрите вам не работа страданий переносит а страх что вам 32 года вам поздно менять вы собственно и работаете знать как жизнь с нелюбимой женой а вы с ней живете не потому что вы ее сильно любите а потому что вы боитесь что вас никто больше в мужья не возьмет так и здесь проблема не в работе проблем в том что вас 32 года уже настолько упаднической психологии что вы думаете что вам уже очень поздно и видимо не есть страх что-то менять поэтому терпите работа работа здесь вообще ни при чем она в конце концов является плодом вашего собственного выбора вот алла предлагает позитивное решение давайте не искоренять страдания а давайте помогают друг другу в принципе если будете помогать другу страдания так и искореняться алена пишет счастье ощущаешь и когда хватает всех витаминов и микроэлементов слоты слова лена знаете вот тут руслан пишет а вы можете по лицу определить чек с негативом отнесено просто они часто бывают улыбчивые на самом деле друзья мои видно улыбки тоже люди ведь разные михаил людей с негативом полным полно везде особо удовольствием доставляет возможность саботировать позитивные усилия окружающих поскольку часто эти люди скверно чувствуют себя в собственной шкуре они пробуют вывести чеха до своего уровня геннадий волгограда а вы знаете геннадий не знаю как волгограде может это самый позитивный город россии но в москве атмосфера достаточно негативные здесь все наоборот происходит здесь проще утопить позитив человеке чем вызвать негативную человека таскать позитив потому что общий фон мягко говоря далек от позитива мы жена и постоянно в депрессию ребенка аутизм николай надо лечиться притом всем вот михаил пишет а то есть алекс из москвы пишет михаил вас провоцирует если вы хотите конструктива в эфире не читаете этих теоретических рассуждений просто отвечаете на вопрос спасибо за передачи алексей я пытаюсь быть гуманистом если человек даже пытается провоцировать на какой-то разговор на еще не все есть проблема пусть это носит провокационный характер тем не менее он хочет с ним поговорили может это подвинет его на то чтобы он осознал что есть проблемы и начал эту проблему решать то не мир настолько не совершению что поводов для огорчения даже выдумывать не надо мы все чек не может не страдать за ним только выбора не обстоятельства то не умничка счастье отвечу виктор из катеринбурга потом сразу к вам виктор здравствуйте здравствуйте михаил приветствую всех слушающих значит очень спасибо и не и многим вот ребятам у меня вот тоже была такая ситуация просто я я не я вопрос задавать не буду я проконстатирую факт значит вот звонил мужчина он два года прожил в браке развелся там у нее там поболел поболел немножко вроде уже успокоился я 20 лет прожил в браке дальше мы разводимся но там причина много всяких неважно значит я вошел в такую дикую депрессию мне понадобилось два года чтобы выйти из этого состояния труда цели отбрать по ненти по экспоненте то есть так все на убыль на убыль на убыль и вот уже пять лет по и в разводе но к чему это привело привело к тому что я прочитал море книг я написал много стихов и сейчас я нахожусь в прекрасном состоянии то есть да вот вот это депрессии если бы я ее не прошел я бы столько не прочитал и столько не написал вот это это первая ремарка и вторая вот вы сказали что евангелие не входит библию она входит пик это новый завет евангелие это новый завета библия состоит из 2 завета и нового так ремарка но это да это новое слово религиоведение просто евангелие примете получилось гораздо позднее библия поэтому войти туда никак не могло да я обещал вернуться к сейчас это сообщение на 1 пищу так 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 ктане и так то не пишет мир настолько несовершения что поводу для огорчения даже выдумывать не надо мыслить и чек не может не страдать за ним только выбор они обстоятельства то недорогая вот тоже образец такого достаточно депрессивного сознания вот смотрите как получается мир несовершенен согласен абсолютно но что вы в нем видите если вы например откроете какой-нибудь телеканал и потом про животных или о природе вы увидите что почему то есть люди которые в несовершенном мире находят красоту и радость и это показывает вам а если вы на откройте новостной канал то на вас выглядит куча дерьма с текстом что это тоже ваша жизнь вот такая несовершенная несовершенная я кстати перед тем как-то радио пакет в яндексе посмотрел тоже может посмотреть новости на сегодня волосы сидеют но это не жизнь это те кто занимается новостями считаю что такие новости хорошо продаются прострадания и по несовершенству мира но мир состоит одновременно там из цветов океанов гор снега и всего остального а также состоит из смерти и болезни выбор в каком-то смысле за вами то не вы пишете мысли мысли человек не может не страдает из вы совершенно осознанно выбираете негатив но это ваш выбор а не мыслящего человека это не от мысли происходит от того что вам плохо вы видите плохое вам хорошо увидите хорошие здесь все гораздо проще в позитиве никогда ду слишком поглощен бы там мария но я бы написал туда уж поглощена об этом раз вы мария но тем не менее мы не думаем просто людей когда им плохо у них бывает навязчивые мысли они от них даже отделаться не могут то есть они уже хотят о чем-то другом а мысли крутится мысль является в общем-то их переживанием по какому-то поводу то есть у них душа болит в позитиве не то что некогда думать потому что бы то много а голова ясная в ней нету ничего того что заставляет вас страдать валерий страдания на посылает бог за грехи наша вы призываете о них отмахиваться от кого от бога от страданий или от грехов валерий а вы не грешите и не будет страдать зачем же грешить если вы так рассуждаете если взять вашу позицию и делайте плохого и вас не будет поводу страдать антон вот вот они позитивные люди даже в трудные минуты они остаются позитивными антон простите вопрос не по теме пропала либиды какому врачу обращаться так хоть сказать либидологу на самом деле от сексолога до психолога антон к любому страданием душа поэта зреет камаш такой кому-нс человека для счастья нужно столько ручать сколько и не счастье беса достоевский подпись тем но поэт вообще включая достоевского хотя он стихов не писал люди несчастные у них как бы свой мир так и хочется сказать что после непродолжительной терапии их можно вернуть к жизни может вы стихов хороших не досчитаетесь зато человека обретете вот взять например великую поэтессу марину цветаева вам что легче от того что она повесилась она великая но она была несчастная